добрый день что-то у нас сегодня ряды поредили как-то неожиданно знаете вышла сегодня статья в новой газете может быть тот уже и увидел статья жуткая совершенно и те у кого есть внуки или молодые дети школьного возраста обязательно почитайте прочитайте внимательно что происходит ну и рассказать не могу очень долго и статья длинная в двух словах скажу конечно безусловно если бы новая газета сегодняшний день она есть в интернете и легко можно найти суть сводится к тому что существует группа людей которые зомбируют подростков заставляя их заниматься самоубийствами за полгода 130 человек 130 самоубийств значит происходит это по ночам дети вместо того чтобы спать как бы играют их пробуждают где-то в районе четырех часов и в состоянии как понимаете не совсем полного сознания их зомбируют там полно деталей но вопрос стоит в том что увидеть это довольно трудно потому что естественно родители в это время спят вот поэтому основной признак который там вылезает это то что дети очень трудно просыпаются начинают значит и насколько я понял из этой статьи все это на все про все уходит 50 дней за 50 дней детей зомбируют и они кончают собою а я не помню как она называется но увидите там пол газета вот причем в некоторых службе это очень часто снимается на видео это все выкладывается в интернете и некоторых случаях на видео видно что детям помогают уйти на тот свет то есть их сбрасывают вот но вопрос том что контактов то с детьми плохо да особенно таком возрасте все это непросто поэтому я вот решил с этого сегодня начать потому что меня это произвело честно говоря шокирующее впечатление мы все что-то про это слышали мы все время слышим что это самоубийство потенцировано каким-то образом да но пожалуй здесь впервые довольно подробно раскрывается каким это образом делается там уже работает и правоохранительные органы но но результативность на их очевидно да вот то что можно сделать дома чтобы потом не кусать локти но это примерно как с наркотиками да если вы ребенку задолбили что наркотики это страшное дело он в общем не станет наркоман но если вы так это спустя рукава то сделает из него наркомана хотите вы того или нет вот поэтому ну держите ухо востро кто я не знаю послушайте я не знаю ни с целью не не никто это делает я не знаю может быть это делать не наши люди наши люди кто его знает сушите но масса всяких придурков существует которые занимаются просто моя задача не состоит в том чтобы ловить преступников моя задача стоит в том чтобы люди не умирали да вот поэтому я вас предупреждаю вы можете каким-то образом через своих детей там ну как то попробовать повлиять на ситуацию то что это организованная преступность это очевидная совершенно вещь это вот четко что как раз это в статье показано абсолютно четко что это не случайно что они переходят сайты на сайт их закрывают отлавливают сайт они тут же зеркалят на других сайтах поэтому вот ну ладно у нас сегодня тема смешанная значит одна первая тема у нас посвящена устро артриту что надо лечить боли или болезнь докладывать елена ивановна вовк до 3 медицинский институт пожалуйста спасибо добрый день коллеги действительно шокирующая информация сейчас мы услышали и если говорить все таки о позитивных моментах вот этих новых информационных технологий они безусловно тоже существуют просто криминальный мир и действительно всякие уроды пользуются негативными сторонами луны но есть ведь и большие очень большие позитивные двиге сдвиги в новых технологиях направленную на оптимизацию здравоохранения особенно на первичном звене здравоохранения вот за последние 30 лет пока мы тут с вами перестройки экономика и так далее и так далее вещи общего социального порядка которые не очень помогли сохранить с лучшей традицией российской медицины вот богатый мир мир в котором страховая медицина давно в принципе развивалась и базировалась на других немножечко правил до защищенности простого человека вот все последние 30 лет шел процесс направленный на экономическую оптимизацию когда мы с вами сегодня имеем результаты например рандомизированных клинических исследований постмаркетинговых да которые нам позволяют построить клинические рекомендации цель у этого процесса прежде всего экономическая она направлена на то чтобы первичное звено врач терапевт или врач общей практики как хочешь его назови имел широкий такой гребень которым он мог бы прочесывать ту аудиторию которую он хорошо знает а по сути это тот же самый участковый принцип который был в российской медицине и имея четко обрисованные экономические ресурсы мог и первичной профилактикой и какой-то объем медицинской помощи чтобы 90 процентов населения не были вынуждены идти дальше в клиническую медицину в медицину так сказать высоких технологий вот этот процесс сейчас заканчивается основная масса вот этого то что называется evidence based medicine она привела в порядок вот это первичное звено страховой медицины и мы сегодня находимся в глобальном масштабе то что хошь не хошь а россия все равно там же несмотря на все экономические трудности сегодня такой виток спирали что мы уже имея клинические рекомендации они практически едины что в развитой страховой медицине что у нас самом начале мы должны вернуться к традициям русским мы должны восстановить участковый по сути дела принцип и это оптимально работает в самых так сказать ну странах первопроходцев это и германия это израиль где врач первичного звена знает свой контингент и очень экономически выгодно и главное очень позитивно для пациента все делает вот здесь очень часто бывает что мы вместе с водой выплескиваем ребенка значит вот та атака которой сегодня подвергается врач первичного звена со стороны фармкомпании в ней есть очень много минусов потому что мы начинаем просто механически переносить клинические рекомендации в амбулаторную практику это невозможно вот тема остеоартрита вот сегодня это такой вот очень показательный случай с одной стороны понятно что остеоартрит надо начинать лечить рано и сделать это никто не может кроме как терапевт врач общей практики выловить на ранних этапах этого пациента и оставить его в медицинском пространстве с другой стороны сегодня получается так что в силу разных абсолютно причин даже вот эту первичную задачу терапевт выполнить часто не может и вот тут на помощь всем на помощь тому что мы знаем об этой болезни в последний год пришли данные эпидемиологических исследований пришли новые стандарты и амбулаторные и первичные и клинические короче говоря к чему я это долгое вступление к тому что мы с фармакологической точки зрения с точки зрения фармтехнологии сейчас находимся на новом этапе вернее мы переходим в него мы начинаем в клинической практике в амбулаторной практике применять биологические молекулы не молекулы химического синтеза привычную нам фармацевтику а биомолекулы это клонированные это химерные человеческие различные антитела антицитокиновые и так далее мы вот сейчас на грани вот этого поэтому такой сегодня итоговый что ли период вот в подведении что мы знаем про остеоартрит и как нам с самого начала этим заниматься ну и вот год назад приблизительно год это была прошлая весна вышли результаты большого очень эпидемиологического исследования которое финансирует фонд Гейтса его жены которые изучают патоморфоз итогов эпидемиологическую ситуацию в общем глобально но в основном конечно в странах индустриального характера вот посмотрите согласно этим данным за последние 10 лет что произошло в причинах нетрудоспособности городского населения 50% нетрудоспособности это три позиции это костно-мышечные синдромы и видите это тоже субдиагноз здесь нету этиологического диагноза потому что жизнь такова человек с диагнозом боли в нижней части спины может 30 лет ходить от разных врачей вторая позиция тоже к нам близко психические различные расстройства депрессии тревожность а третья позиция опять же наша по сути дела да то есть в общем то мы сегодня как люди живущие городским образом жизни отличаемся очень мало ну и вот эти вещи основная экономическая нагрузка основная нагрузка по времени на врача общей практике ну и вот здесь возникает очень часто у практиков вопрос мы привыкли относиться к косту артриту именно артритом сегодня эта болезнь называется как первично дегенеративному заболеванию некоторой корифей иммунальной терапии например тот же Бубновский он вообще четко говорит о том что вот у молодых это артрит а вот у старых артроз и поэтому вот прошу не думать о том что эту болезнь можно победить какими-то там фармакологическими способами то есть каждый в общем то у нас собственно опыта во что гораздо позиция сегодня мировых вот центров по лечению остеоартрита такая людей болеющих остеоартритом много остеоартрит это самое частое заболевание суставов и конечно же есть определенное ядро огромная доля этих пациентов почти 80 процентов это люди пожилого возраста причем в раннем пожилом 50 процентов имеет остеоартрит моно или поле а вот в позднем пожилом возрасте уже 85 процентов поэтому во многих странах вообще остеоартрит остеоартрит называют как болезнь неотвратима сопутствующую старению и в этом конечно сермяжная правда несомненно существует суть остеоартрита конечно дегенерация это прогрессирующая дегенерация хряща и не только хряща это и субхондральная кость это различные синавиальные ткани их в суставе много разных это связки капсулок околосустанные мышцы ну а сегодня это еще если говорить о субхондральной кости то и остеопороз тоже по разным причинам почти всегда хорошо выражен ну и итог мало того что это хроническая боль которая ограничивает жизнь человека нарушает его двигательную активность а стало быть качество и увеличивает летальность это еще и конечно же потеря функции что делает его кандидатом на трансплантацию сустава и тут есть свои риски и это вторая большая новость которая в этом году поразила сообщество травматологов ортопедов выяснились ну были опубликованы результаты лонгитюдов больших исследований более 15 лет наблюдений за пациентами после трансплантации значит выяснилось что ну я чуть-чуть огрубляю потому что нет возможности в деталях это показать что через 10 лет любое вмешательство хирургическое в сустав приводит к своим негативным последствиям поэтому общая тенденция сегодня в травматологическом мире немножко снизить ажиотаж по поводу трансплантации во-первых во-вторых по поводу внедрения в сустав различными веществами в том числе популярный очень в нашей стране введение кортикоидов в сустав да очень часто совершенно неконтролируемо ну и так основные формы уста артрита которые выделяются которые лучше всего изучены это не значит что только это просто они лучше всего типируются лучше всего изучены и есть более или менее так сказать согласованные клинические рекомендации значит коленный сустав несомненно одна из самых частых форм много мужчин у которых есть моноартрит коленного сустава ну и конечно если брать пожилых пациентов то это каждый десятый мужчина много далее тазобедренные суставы проблема более тяжелая потому что сустав тазобедренный гораздо более сложно организован это непростой блоковидный сустав как колено менее всего он доступен пластике конечно и очень быстро инвалидизируется болевой синдром и нарушение функции инвалидизирует больного существенно быстрее ну и вот такие формы как остеоартрит мелких суставов кисти всем хорошо известные узелки гибердена которые имеют серьезную генетическую опосредованность есть здесь тоже свой патоморфоз сегодня с каждым поколением на пять семь лет раньше внучки заболевают относительно бабушек и в этом тоже некоторое отражение того что вот этот фон хронически воспалительной аутоиммуны в котором мы сегодня живем он конечно же накладывает отпечаток и на клинические проявления остеоартрита ну и конечно то с чего собственно говоря очень у многих молодых людей начинается знакомство с практическим здравоохранением то что мы называем остеохондроз термин в общем только российский почти никто на западе им не пользуется на самом деле термин очень точный потому что он касается не дисков он касается не тел позвонков а он касается мелких суставов поражение хрящей мелких суставов как раз таки именно хондроз и вот отсюда из этих мелких суставов исходит источник боли и вот здесь вот и возникает та самая интрига которую мы очень часто не отдаем отчета вот в 25-30 лет поскольку мы люди вертикально располагающиеся в пространстве нагрузка на эти мелкие суставы позвоночника она практически не приходящая что болит откуда боль берется в таком молодом возрасте ведь хрящи там еще на месте и вот это одна новость которая объединяет абсолютно все формы остеоартрита это шипы это остеофиты они раздражают околосуставные ткани и они являются источником боли ну и вот здесь сегодня это ключевая точка с которой начинается построение правильного такого всеобъемлющего алгоритма что делать с этим пациентом нужно согласиться и клинические рекомендации призывают к этому что включать больного суставоартритом в медицинскую какую-то систему необходимо с момента появления боли вот еще не так давно считалось что с момента появления рентгенологических признаков поражения хряща сегодня нет потому что от появления устойчивой характерной боли а это болевые ощущения в общем достаточно характерного качества боль в начале движения которая проходит по мере разогревания ткани улучшения кровообращения так вот боль от появления выраженных рентгенологических признаков дистрофии хряща или околостановых тканей может пройти 10 лет и за эти 10 лет если мы этого больного не возьмем под свое крыло он будет болтаться где-то за пределами медицинского пространства и лечиться совершенно неконтролируемым образом ну и поскольку то что я сейчас говорила патогенетически едино но этиология разная то выделяют еще вторую такую ядерную группу это травматические остеоартриты то что связано в позвоночнике с дисплазиями различными с нарушениями осанки либо это травматизация профессиональная или спортивная вот здесь возраст гораздо более молодой конечно же здесь о первичной дистрофии речь не идет но все таки основное внимание это вот этот вот комплекс заболеваний и если все их проанализировать то это те же самые наши сосудистые больные которые и так уже есть перед нашими глазами только мы их в поликлинике по другому видим и они к нам приходят немножко за другими вещами значит прежде всего метаболические синдромы различные проблемы связанные с нарушением углеводного обмена потому что это хроническое воспалительное заболевание алкоголь точно так же хроническое воспалительное заболевание ну и здесь как видите курение важная проблема потому что это хронический спазм периферических артерий ядрогении разного рода инфекции переохлаждения низкая физическая активность ну и как эквивалент форсированного атеросклероза значимой ишемии нижних конечностей современная стратегия лечения остеоартрита в общем такая же как всегда нужно обезболивать как неотложная помощь нужно корректировать функциональную недостаточность потому что движение это жизнь а если речь идет о травматических формах ранее ортопедическое пособие потому что там где нет конгруентности там будет процесс быстро прогрессировать ну и все это в итоге улучшение качества жизни ну и вот собственно говоря понятно в чем разница подходы еще пятилетний назад давности и сегодняшнего сегодня мы должны вот здесь этого больного выудить и начать его лечить потому что здесь есть терапевтическое окно если мы начнем им активно заниматься то вот здесь терапевту делать нечего вот на этом этапе здесь совершенно понятно что здесь только хирург либо это уже и трансплантация то что вот на этом этапе изменения структуры таковы что никаким консервативным влиянием не не подвергаются не чувствительны не реагируют и так боль характерная боль очень ранний симптом и вот посмотрите насколько более ранний намного опережает макроскопические изменения ну и для того чтобы понять почему это происходит немножко физиология значит эластических хрящ не имеет сосудов не имеет нервных окончаний прозрачная субстанция по сути это матрикс матрикс из протеугликанов длинных длинных молекул которые умеют связывать воду собственно говоря вот это та подушка которая амортизирует нагрузку на субхондральную кость чем больше нагрузка тем толще хрящ тем он плотнее в этом и суть собственно говоря эволюция в этот матрикс погружены коллагеновые волокна и подружены клетки которые этот матрикс и вырабатывают это фибробласты которые специализируются из стволовых клеток и сначала становятся хондробластами потом хондроцитами вот это способность вот этих вот клеток реагировать на увеличение нагрузки увеличением секреции основных протоугликанов речь идет о гиалуроновой кислоте речь идет о хондроитине и глюкозамине вот об этих трех основных молекулах вот это главное эволюционное достижение прямохождения то есть человек который попадает в ситуацию высокой нагрузки на сустав имеет возможность к ней адаптироваться потому что клетки определяют количество хондроитина что его недостаточно рецепторы субхондральной кости раздражаются выходит больше клеток которые лучше работают в общем то простая вещь что для этого нужно чтобы хрящ адаптировался к повышенной нагрузке нужно чтобы было первичное химическое из чего будут секретироваться протеугликаны это глюкозамин прежде всего и нужно чтобы было хорошее кровообращение поскольку в самом хряще нет ни артерии ни вен поэтому он кормится от переартикулярных артерий и поэтому у человека у которого нет возможности увеличить кровообращение в ответ на нагрузку обязательно будет развиваться дистрофия и вот эта модель очень характерна во-первых для человека пожилого во-вторых для человека с артериальной гипертензией у которого артерии третьего порядка а переартикулярные в основном это второго и третьего скорее порядка находится в ситуации давнего-давнего спазма гиалиноза и так далее все что характерно для артериальной гипертензии ну и собственно говоря вот они три кита на которых стоит нормальная физиологическая регенерация гармоничная физическая нагрузка двигаться надо хорошее кровообращение и конечно полноценное питание потому что глюкозамин из которого секретируется хондроитин это незаменимые биологические молекулы ну и собственно говоря что происходит почему вдруг в этом красивом прозрачном хряще начинает образовываться фокус сначала фибробластический такой фиброгенный а потом туда откладываются кальциевые соли и растет остеофит тогда как раз когда не сумел сустав сделать вот всю эту цепочку которая привела бы к увеличению плотности хряща либо к увеличению его толщины и вот тут мы получаем сегодня в общем это расшифрованный механизм он сегодня посмотрите в деталях расшифрован и доказано сегодня что ключевой поворотный момент это то время когда хондроцит становится гипертрофирован вообще хондроцит это клетка всю жизнь живущая где-то в возрасте 30-35 лет если перевести на человеческий язык это клетка которая живет вот в таком возрасте при повышении нагрузки она гипертрофируется она все равно остается 35-летней но она становится большой активно секретирующей а потом вдруг она умирает когда приходит время ее смерти включается апоптоз нормальный апоптоз физиологический клетка умирает и ей на смену приходит новая клетка так вот этот процесс ломается и хондроциты устают очень быстро увеличивать количество секрета и вот тут вот они начинают до времени умирать преждевременный апоптоз который сигнализирует различные цитокины которые появляются в хряще когда нагрузка не соответствует плотности матрикса и вот этот вот фиброгенный хондроцит такая полуумершая клетка собственно говоря вот с ним все и связано туда откладывается потом кальций растет шип который в микроскопическом начальном этапе не видно вообще на рентгенологический видно только тогда когда он уже кальцинированный ну и новость собственно говоря выясняется сегодня что именно молекула хондроитина сульфата является той сигнальной молекулой которая объясняет клеткам что им нужно начать работать поэнергичнее что нагрузка не соответствует плотности матрикса и начинает раздражаться или повреждаться субхондральная кость и если сегодня проанализировать вот все физиологические свойства хондроитина то понятно что они не только для сустава важны хондроитин универсальный мессенджер для любых клеток соединительной ткани ну например сердце эмбриональное не может у плода развиваться если в организме матери нарушена сигнальная функция хондроитина то есть столовые клетки по какой-то причине очень часто это генетические поломки не воспринимают не имеют рецепторов хондроитину ну и так далее их достаточно много но если сделать вот такое вот увеличение именно в сторону сустава именно в сторону хряща то хондроитин является и глюкозамин который даже зарегистрирован как физиологический НПВП он является молекулой которая способна уменьшать выраженность вот этого хронического воспаления это и оксидативный стресс это свободные радикалы но главное это вот эта довременная преждевременная смерть хондроцитов без которой адаптация хряща к нагрузке просто невозможно ну и прошлый год поставил точку в этой дискуссии которая в нашей стране почему-то очень активно шла что экзогенные хондроитин и глюкозамин почему-то не обладают биодоступностью значит они обладают биодоступностью экзогенные хондроитин почти так же распределяется в организме как эндогенный другое дело что как любая такая молекула медленно действующая это препараты накопления эффект накапливается он достаточно медленный что собственно говоря конечно сказывается и на режимах лечения ну и вот доказательства вот этой физиологической роли именно этих двух хондропротекторов в последнем таком большом метаанализе который подвел итог целому просто вау работ посвященным хондропротекторам и вообще всем методам лечения остеоартрит консервативным посмотрите какой показал эффект сегодня в общем понятно что и глюкозамин и хондроитин по размеру эффекта обезболивающего прежде всего сопоставимы только с опиатами с внутри суставными стероидами с внутри суставной гиалуроновой кислотой собственно говоря вот они пять воздействий которые могут обеспечить адекватно обезболивающее действие и повлиять на прогрессирование они сильнее там чем парацетамол например чем даже снижение веса чем физкультура сравниться могут с водной аэробикой аэробикой которая так сказать на фоне уменьшения веса давления на сустав позволяет его регенерировать ну и вот эти вещи с высоким уровнем доказательности привели к тому что сегодня современные клинические рекомендации всех обществ которые так или иначе имеют отношение к остеоартриту это и ревматологи и профессионалы которые занимаются ревматоидным полиартритом хотя к отношению в отношении остеоартрита эти как раз специалисты не очень нужны все-таки надо понимать что остеоартрит и ревматоидный полиартрит это совершенно разные так сказать по масштабу воспаления заболевания все-таки первичный дистрофический процесс а не аутоиммунный ну и совершенно по-другому сегодня читаются те метаанализы которые показывали эффективность вот эту противовоспалительную и обезболивающую ну и прежде всего конечно речь шла о монотерапии глюкозоамином длительной терапии посмотрите это 4-6 месяцев она показала свою эффективность и в отношении ощущений и в отношении сохранения объема движений и приблизительно такую же эффективность показала терапия монотерапия хондроитином сульфатом еще раз скажу ну и было достаточно много работ которые показали что вместе и глюкозоамин и хондроитин принимать выгоднее потому что эффекты складываются во многом и терапия приводит не только опять же сочетанная терапия приводит не только к обезболиванию к сохранению объема движений она замедляет потерю хряща собственно говоря то что инвалидизирует пациента причем в современных исследованиях это вот исследование 13-го года а вот это исследование 15-го года показано что вот такая комбинированная терапия длительная сопоставима с лечением селективными нпвп ряда циликоксиба но при этом она еще и позволяет сохранять состояние физиологически адекватной субхондральной кости и препятствует сужению суставной щели это вот это большое исследование лекс которое было на очень высоком методическом уровне организовано по коленному суставу и показало собственно говоря вот еще один очень важный аспект если мы назначаем комбинированную терапию этими двумя хондропротекторами даже человеку который постоянно потребляет нпвп и не такие даже как циликоксиб а не селективные препараты а именно они в общем то чаще всего и применяются как средство первого выбора при болевом синдроме то эти хондропротекторы не только у этих больных показывают лучший эффект они защищают от негативных последствий нпвп и вот здесь вот мы приходим к самому главному к тому что сильно очень влияет и на летальность этих пациентов сустав артритом и на экономику здравоохранения и на другие вроде бы не связанные сустав артритом последствия нестероидные противовоспалительные препараты это плохо это плохо для сустава это блокады физиологических простагландинов и назначаем пвп каждый раз когда мы это делаем мы должны знать что суставу мы вредим это терапия отчаяния мы должны обезболить мы должны дать человеку отдых от этой боли поэтому чем более короткий курс тем лучше и по возможности учесть абсолютно все то что сегодня предложено для того чтобы минимизировать другие побочные эффекты уже не связанные с воздействием на сустав ну и вот если суммировать как сегодня выглядит вот это только первая часть клинических рекомендаций всех по терапевту артриту то есть обезболивание лечение в обострении начинать нужно с парацетамола а у нас по всей стране ходят разговоры что парацетамол вообще настолько опасен что печень от него просто умирает поэтому в детской практике широко везде применяется просто поразительные какие-то мифы гуляют для алкоголика да для обычного человека препарат с широчайшим терапевтическим окном от трехсот миллиграмм до четырех грамм уникальный препарат если не помогает парацетамол у него только один недостаток он средней силы аналгетик то мы начинаем давать НПВП НПВП сначала местно вместе с греющими такие препараты как капсоицин как глюкозамин местно сами по себе являются НПВП физиологическими не помогает это значит только вот на этом третьем этапе НПВП можно назначать внутрь и вот здесь вот есть небольшая ремарка после оценки коморбидного статуса вот до 14-го года этого в клинических рекомендациях не было совсем ни в каких а сегодня это важнейшая часть алгоритма лечения и вот на этом этапе уже абсолютно всем пациентам нужны вот эти два хондропротектора потому что они обладают сами обезболивающим действием и они скрашивают побочные эффекты НПВП если это не сработало вот мы можем дать опиаты но и есть люди которым в силу очень тяжелого коморбидного статуса мы вообще не можем назначить НПВП вот тогда опиаты и вот только тогда это гиалуроновая кислота внутри суставна вот такой сегодня алгоритм существует ну и надо сказать что практически он не выполняется потому что в 9 случаях из 10 мы начинаем лечить обострение остеоартрита приемом НПВП внутрь безо всякой защиты какой бы то ни было ни хондропротекторами ни ингибиторами протонной помпы ну и вот значит проблемы связанные с влиянием НПВП на сустав в основном речь идет конечно о препаратах не селективных это увеличение риска переломов в скором будущем особенно на фоне позднего пожилого возраста ну и конечно вот собственно говоря с чем бороться и надо я работаю в больнице скорой помощи практически всю жизнь поверьте недели не проходит чтобы не похоронить пожилого человека от желудочно-кишечного кровотечения которое развивается на фоне вот этой жуткой комбинации пожилого возраста сердечной недостаточности аспирида кардио и произвольно выбранного неселективного НПВП вот это реальность нашего времени и вот здесь сегодня клинические рекомендации когда настаивают об оценке коморбидного фона вот с этого начинать вот это имеется в виду ну и если даже навскидку оценивать даже без жесткой стратификации больных по возрасту их коморбидную отягощенность то увидите что самые конечно распространенные болезни у пациента с остеоартритом конечно сердечно-сосудистые поэтому именно эту сторону и должны оценивать потому что конечно от этих людей от этого люди и умирают особенно внезапно и вот посмотрите какая статистика которая никак не удается никак не удается внедрить в понимание врачей которые назначают неселективное НПВП летальность от сердечно-сосудистых заболеваний больных с болью в нижней части спины в пять раз выше чем в популяции по разным причинам и вот если более или менее понятно что нестероиды неселективные опасны то вторая часть вопроса что селективные как раз тоже опасны и как раз они-то опасны в основном с точки зрения отмены антиагрегантной активности аспиринокардио и выводят из-под контроля артериальную гипертензию вот это вот известно меньше всего может быть помните историю с Рафикахсигбом да который был вытеснен и появилось противопоказание для назначения пациентам с ЭБС но это же класс-специфический эффект побочный поэтому все абсолютно селективы опасны с точки зрения потери контроля над гипертензией ну и с точки зрения их лекарственного взаимодействия особенно у тех людей которые получают сортан и ингибитор АПФ для контроля артериальной гипертонии ну и собственно говоря чтобы если вот закончить с не селективными НПВП значит существует сегодня в клинических рекомендациях три рубрики как может быть отягощен коморбидный фон либо его совсем нет этой отягощенности либо это риск умеренный связанный с коморбидностью и здесь посмотрите диабет преклонный возраст гипертония хронические заболевания депрессия ожирения да и вот для этих больных возможно три стратегии назначения НПВП парацетамол НПВП местно селективный плюс контроль сердечно-сосудистых заболеваний не селективный плюс амепрозол ну я говорю условно амепрозол любые ингибиторы протонной помпы ну и если у человека высокий риск связанный с коморбидностью то ему вообще нельзя давать НПВП внутрь это перенесенные уже желудочно-кишечное кровотечение инфаркт миокарда в анамнезе особенность сердечной недостаточностью хроническая почная недостаточность парацетамол НПВП местно опиаты и НПВП внутри суставно в меньшей степени кортикоиды внутри суставно в основном НПВП ну и собственно говоря вот эти подходы привели вот к следующей рекомендации выделять фенотипы остеоартрита то есть мы уже поняли что есть люди разного возраста что есть люди с огощенным коморбидным фоном и они очень хорошо группируются вот в эти четыре группы остеоартрит коленного сустава без коморбидности это очень часто вот такие как Исенбаева это люди с высокими спортивными нагрузками у которых может быть и полиартрит но он не дистрофический он активно травматический и люди у которых коморбидная отягощенность для которых существует множество рисков я уже вам их показала вот это сегодня должно быть в диагнозе то есть мы сначала пишем стадию потом мы пишем полиартрит или моноартрит а потом мы выбираем группу по фенотипу и вот когда это все вышло вышло это в конце четырнадцатого года разразился некоторый скандал скандал между различными сообществами которые регулируют вопросы выполнения рекомендаций особенно в амбулаторной практике вот это европейское общество которое собственно говоря занимается не только остеоартритом и остеопорозом оно в общем то возрастало возражать против той концепции которую предложила ЕОВАР это европейское антиревматическое лего и американское общество ревматологов в чем собственно говоря тот нюанс они предложили хондропротекторы их назначение пациенту оставить на усмотрение врача вот не так как мы сегодня говорим скажем про парацетамол то есть всем начать с парацетамола почему потому что препараты дорогие и вот здесь получается так что в общем то возник какой то компромисс что назначать то надо и вот это общество посмотрите говорит что эти хондропротекторы в самом раннем периоде нужно назначать потому что они обладают противорецидивным действием и потенцируют действия аналгетиков и вот эта вот рубрика на усмотрение врача она что собственно говоря делает с пациентом да она сохраняет деньги бюджетом здравоохранения но она выбрасывает пациента за пределы медицинского пространства и что он при этом делает он идет в аптеку вернее в магазин не столько в аптеку сколько в супермаркет и начинает покупать биодобавки значит оборот биодобавок с хондропротекторами сегодня это более миллиарда долларов только в соединенных штатах это огромной популярности препараты и вот когда общество эссео вообще европейские специалисты настаивают это третья принципиальная позиция эссео что препараты хондропротекторов должны быть лекарствами они должны быть качествитыми нельзя их оставить за пределами выписывания пускай это даже и безрецептурные но все таки под медицинским контролем почему посмотрите в 2009 году ФД организовала такую рабочую группу только в соединенных штатах по анализу качества биодобавок содержащих хондроитин и глюкозамин ну и посмотрите что оказалось более 50 процентов препаратов вообще не содержали хондроитина при том что он там был заявлен ясное дело хондроитин препарат дорогой глюкозамин гораздо дешевле хондроитин добывается из птицы это гуси и утки ну и по-видимому зачем собственно говоря мучиться когда биодобавка сертифицируется по фарм статье она же не сертифицируется так как лекарство поэтому вот поэтому собственно и третья позиция в отношении лечения мало выбрать правильный препарат нужно еще чтобы и хондропротекторы тоже были зарегистрированы по возможности как лекарство и вот выяснилось что таких препаратов то немного что в Европе всего-то два или три один из них тарафлекс вот препарат байера о котором мы сегодня говорим в котором есть две формы одна из них это комбинация ибупрофена 100 миллиграмм и половинной дозы хондроитина с глюкозамином это 400 миллиграмм вместе с этого нужно начинать неделя 10 дней а потом переходить на длительный 2-3 может быть месяца прием обычного тарафлекса в котором уже нет ибупрофена и вот эту тактику необходимо сегодня признать базовой она за немножко пределами того что мы увидели в СССР что они рекомендуют начинать с парацетамола но парацетамол все-таки препарат который тяжелую боль сам по себе не купирует ну вот поэтому собственно говоря все понятно сегодня достаточно просто алгоритмизированно для амбулаторной практики но нам есть куда здесь развиваться потому что вот по наших данным данные профессора наумова который очень много сделал для продвижения правильной стратегии для остеоартрита по крайней мере вот в центральной россии более 80% пациентов у нас вообще системно не лечат остеоартрит ну и уж практически ну один из пяти только может быть получает хондропротектор так как это необходимо ну во многом может быть это вопрос финансовый хотя вот последние работы которые изучают менталитет врачебный говорят что то дело не в деньгах вот посмотрите работа тринадцатого года изучала мнение врачей общей практики в соединенных штатах вот главное как вы считаете критерии диагноза остеоартрита рентгенография правильный ответ нет но правильно ответила всего 30% только каждый третий а остальные 60 а остальные 60 будут ждать рентгена чтобы начать активно лечить дальше НПВП средство первого выбора для лечения остеоартрита правильный ответ нет но посмотрите только 60% ответили верно остальные 30% все таки будут начинать с НПВП и это будет в общем тоже неконтролируемая ситуация ну вот например относительно суставов да если не помогает парацетамол и лечебная физкультура то что делать кортикоиды внутри суставно это верный ответ кортикоиды если не помогает ну вот здесь правильно ответили 65% а остальные а остальные успевают назначить кортикоиды еще до того еще когда не пройдены базовые цепочки ну и так далее ну и вот вопрос душепательный все таки интегрировать лечение диагностику и лечение остеоартрита должен врач общей практики правильный ответ согласен так вот здесь согласными оказались 70% людей несмотря на то что тактически очень многие из них действуют на самом деле в разрез с современными клиническими рекомендациями поэтому собственно говоря с менталитета нашего врачебного необходимо начинать сегодня еще раз скажу вот в проблеме остеоартрита как заболевание которым должен заниматься терапевт или врач общей практики существует четкий четкий абсолютно алгоритм начальные стадии ориентироваться на возникновение боли и назначать вот эту длительную фармакотерапию включая хондропротекторами и лечебную физкультуру ортопедические пособия для того чтобы этот больной не пришел так быстро к трансплантациям потому что трансплантациями сегодня все не так красиво как это в общем виделось еще недавно спасибо большое спасибо вопросы 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 да конечно да пожалуйста считается что так называемые частые ревизии это главное это частые ревизии что если есть хоть одно вмешательство в сустав в среднем проходит 5-7 лет и возникает необходимость повторного вмешательства я не говорю уже о просто ошибках и осложнениях ранних которые всем хорошо известны и вот наша ведущая школа травматологическая ортопедическая это южный округ россии это ростовский медицинский институт вы знаете все наверно о них но сегодня в шоке они просто в шоке потому что именно эта школа собственно говоря и разрабатывала ортопедические методы для коленного сустава они были очень на уровне мировых тенденций вот они сегодня сами лично я слышала этих людей с первых рук информация они сами просто в недумении они не знают что сегодня с этим делать потому что не должно такого быть чтобы мы влезали с грубыми вмешательствами внутри сустава без стопроцентных показаний а стопроцентные показания это либо мы не можем лечить консервативно в силу коморбидной отягощенности либо конечно же спортивные травмы с ранней инвалидизации когда понятно что это вопрос жизни вот все призывают к более взвешенному отношению да да пожалуйста я поняла вас да ну здесь я не сказал бы что в россии вот прямо вот гринпис задает тон скорее задает тон средства массовой информации у которых всегда все в одну кучу вот и некоторые известные вам опиньон лидеры в которой в телевизоре каждый день например рассказывают что не надо есть вот совсем мясо и холодец есть не надо почему его есть не надо не хотите съедать холестерин сварите холодец и снимите этот жир есть нормальные человеческие технологии да которые позволяли реанимировать поднять так сказать уровень функциональной активности хряща когда увеличится нагрузка но всегда это было так вот после пасхи да ранее всегда весна начинается после пасхи в наших что рода и вот мужчине который начнет там тяжело работать физически ему начинали варить кур ему начинали варить мясо давать на аваристый бульон и аж с утра прямо перед сельхоз работами потому что нужно было адаптировать костно-мышечную систему к этому увеличению после зимы физической нагрузки но нам надо быть немножко более независимыми да потому что очень часто люди которые дают такие рекомендации они тоже ничего плохого не хотят просто они в очень узких рамках находятся они говорят про одну а мы то воспринимаем про другое но элементы конечно правда в вашем вопросе безусловно есть и здесь надо сказать что просто нужно про нормальное просвещение медицинское что без жировая диета не физиологично вообще и делать этого не нужно другое дело что нужно пропорционально снижать калории как раз за счет фруктозы сладкой воды и так далее так далее а у нас производители вот фастфуда например ну например вот эта сеть которая к фс да к и все больше вот что она сделала в ответ на принятие глобальных законов по запрещению выпуска сладких сладкой газировки да сегодня там например тоже компания пепси колы штрафуют если она в каком-то регионе не выпускает воду без сахара на сахарозаменителях и что сделал компания кэфси она вообще перестала продавать диетическую пепси колы кока-колу вот наш ответ ну это разве какими-то медицинскими или прочими органами отрегулирована нет там тоже сидят люди которые просто не наверное это понимают что они делают ну и так далее то есть нам не надо еще раз говорю что нам нужно как-то с точки зрения мировоззрения подходить вот к простому пониманию что 21 век это вузовские сегодня принципы 21 век век хронического воспаления мы сегодня даже инфекционными заболеваниями болеем первично хронически поэтому все что увеличивает в нас вот этот провоспалительный фон это все укорачивает нашу жизнь через атеросклероз и через вот эти метаболические расстройства и качество конечно не только укорочение сколько качество жизни да еще пожалуйста я склядилась к нам коменс еще сейчас выбрали вопрос давайте вопрос сзади рука была давайте мы этот вопрос даже обсуждать не будем да не будем нет вы хотите гадости нас слушаться ну зачем это ну у нас весна на дворе ну чё да мы все таки вот врачи а я в общем где-то клинический фармаколог да должна быть доказательная база но к сожалению желание производить не будем но ну все же понятно не всегда замечательный институт гонят всякую гадость про артрова хотим сказать но я тоже и в общем то не ставлю себе тут задачей заниматься разведением препаратов разных производителей ну вы спрашиваете мое субъективное мнение я считаю что препараты европейского происхождения нам ближе потому что они не содержат препаратов геномодифицированной кукурузы ну мое такое мнение потому что глюкозамин сегодня его су его сырье для производства это кукуруза ну и никто в общем не показывал безопасность да чем хороши современные фармакологические исследования существует исследования 3 фазы и 4 да вот приходит какой-то препарат иностранный к нам на рынок должно быть исследование по терапевтической эквивалентности не только эффективность но и безопасность к сожалению вот по препарату артрете база доказательно нет ну давайте мы вопросы закончим я не могу конечно не прокомментировать у меня масса комментариев в основном конечно они касаются не той терапии которая была представлена хотя и она тоже значит 1 весь мир живет в системе медицинского страхования просто интересно какие страны вот так по пальцам пересчитать какие в медицинском страховании нет таких стран практически в европе их несколько штук в основном весь мир живет не в системе медицинского страхования да это мы живем в странной очень системе квази страха страхования значит дальше не самая важная задача экономическая ну честное слово дайте больных лечить ну что мы все бюджет это экономим ну бюджет они на то есть бюджеты чтобы их тратить они чтобы их экономить другое дело рациональные затраты это правильный подход но но не экономия без бюджета я просто я записывал клинические рекомендации ну никак не связано с страховой медицией ну никак абсолютно да великобритания которая у вас было сказано так великобритания где абсолютно социалистическая система симашка самый первый производитель самых качественных клинических рекомендаций вся страна живет по клиническим рекомендациям который создается институтом качественной клинической практики найсом вот сразу да значит все зависит от того уровня здравоохранения которым идет речь я-то сейчас все пела про первичное звено в первичном звене великобритании кроме процитамола найти что-то вообще трудно практически это очень сложные вещи малейшие отклонения от регламента для поликлинического врача вот для врача первичного который сидит в своем офисе ну вы нас откройте посмотрите они его я знаю я знаю да они перевозят все открыты да они его переводят немножко другой уровень это не просто перейти на другую медицинской помощи фармкологически даже я не очень понимаю о чем мы говорим ну ладно хорошо значит первичное звено работает по рекомендациям которые издаются найсом другое дело что найс очень жестко блюдет как кое-какие вещи например найс выкинул статины ну просто статины переведены в безрецептурный отпуск и все поскольку эффективность мы здесь много раз уже обсуждали нулевая да то соответственно отношение такой вот что касается парацетамола ушла свои начали я не хотел может быть даже трогать но парацетамол это основная причина трансплантации печени все таки да ну не только великобритании во всем мире и это препарат глубоко токсичен гепатоксичен но я уже здесь представлял вам случай недавние а препарат токсичен с которого доза зависима ну и последнее что я хотел сказать вот что мне страшно понравилось но как-то нет концовки и может быть ее пока просто нет вообще на самом деле без тухлых помидор значит атеросклероз и остеофит это одно и то же это плюс ткань плюс костная ткань это эктопический очаг кроветворения со всеми присущими кроветворению клетками макрофагами и так далее и то что это воспаление это совершенно очевидно да травма и посттравматическое неважно мы сейчас не может быть не знаем но по факту это одно и то же и наверное я думаю что поиск лекарств дальнейший пойдет направлении блокировки вот этого вот просто неогенеза это так осторожного назвал в разных частях тел потому что что вы показывали про суставы или там боли в спине и инфаркт миокарда да который коррелирует между собой в пять раз там я сейчас цифру не помню да это же не просто так это на самом деле одна болезнь просто в разных ее проявлениях а я вам еще так как такую вещь скажу наверное многие слышали что воспаление десен резко повышает риск развития инфаркта да любое воспаление резко повышает риск сердечно-сосудистых катастроф потому что на самом деле весь патогенез одинаков другое дело что атеросклероз он может дать таскать тромб и досвидос да развитие костной ткани в суставе она там когда нибудь чего-нибудь болевой синдром и так далее да то есть не будет резких таких вот катастроф без уху помидорного одну только вещь которая с которой я не согласна если говорить о классической бляшки то там запускается процесс холестерина нет царапаньем ну на эту тему есть разные вещи да там есть и клетки и так далее так все понимаем а вот здесь вот этой базы которая цепляет которая заставляет мигрировать туда иммунные клетки макрофаги являются умирающие хондроциты они запускают этот процесс воспаление не может быть первично она всегда результат нарушения целостности я про это и говорите а вот немножечко разные а потом и то и то кальцинируется боевшие теологии там будет одинаковы потому что воспаление это нарушение микроциркуляции это тромбозы микротромбозы и всегда в этом месте развивается воспаление там нет артерии рядом есть артерии вот поэтому думаю что все-таки там похожи патогенезы и вряд ли здесь ну конечно все субъективно вот и поэтому я думаю что искать надо в этом направлении в последующем вот наверное такие замечания которые я бы хотел высказать по поводу безусловно интересного выступления вот значит что еще насчет самомнения знаете мы сейчас вот были в карелии буквально на в пятницу ну вы знаете про наш кейс который мы сейчас испытываем нашу 200 человек так вот значит карелло-финские товарищи которые даже не все по-русски как выяснилось говорят деревнях да они обладают какой-то фантастической совершенно жизнеутверждающей силой у нас система выкинула сработала так что мы просто в шоке они вообще все считают что они лучше всех знают как лечить и вообще чем они болеют это люди живущие в деревнях не это не городские жители поэтому когда вы говорите про врачей вы спросите про больных что они вообще про нас с вами думают вообще самомнение у людей оно огромное и это на самом деле фактор который надо учитывать понимаете когда у нас 70 процентов выскочила таких людей которые лучше все у нас прямой вопрос вы лучше всех знаете все о своем состоянии и вы лучше всех знаете как себя лечить два вопроса на все два вопроса жесткий ответ да это фантастика это фантастика при этом что характерно у них почти нет давления и почти нет повышенного сахара то есть они хорошо лечены то это не то что а что у них гипертонии полно они контролируют почему-то ну вот так ты и при этом вот такое отношение к медицине но в общем фактически к медицине да это значит лекарствами лекарства нет они хорошо и по диабету них программа в карелии по гипертонии то есть там работающая система мы докладывали эту ситуацию министру разговаривали вот она просто поплыла потому что мы объективно показали эффективность этого подхода в общем-то сколько я не помню какой у нас процент гипертоник там нет гипертоник там человеку 70 процент сколько с давлением было высоким в общем очень мало очень мало а с сахарным диабетом вообще полпроцента не сахарным диабетом с повышенным сахаром на 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 к полпроцент вообще фантастика эти и жут картошку к сожалению да там не мясо ни рыба особенно нет вообще не доедает судя по всему сильно да ну ладно водка не пьют какой физический труд это старики сплошные ну вот нам тоже это удивительно но это факт это же объективно мы жетон никого ничего это парамедики делают они вообще не понимают чем делают сказали как давление мерят они мерят годы судя пояса точка ю ю Продолжение следует...